Здравствуйте, дорогие мои! Герой нашей сегодняшней бочки меда достиг на эстраде всех мыслимых и немыслимых высот. Он в прямом смысле слова хватает с неба звезды. Да, одна его звездочка сияет в созвездии Большой Медведицы, другая – на гранитной плите перед московским концертным залом «Россия». Как и полагается звездам, он личность загадочная и романтическая. Один из ведущих критиков даже назвал его радоначальником неоромантического бунта на эстраде. Впрочем, как его только не называют. И Маугли, и человек-протуберанец, и российский Майкл Джексон, и Луна Пьеро. Однако для истинных поклонников он не Луна, а скорее Солнце, и светит, и греет. Может быть, как раз поэтому он и вынужден каждый месяц менять свой номер телефона. А в Киеве один чудак даже объявил по телевидению, что песни нашего сегодняшнего героя несут в себе живительную силу. И представляете, на концертах стали появляться старушки с баночками подзарядить воду. Что ж, сил у него действительно хватает на все. Помимо эстрадных выступлений, он успел сыграть несколько ролей в кино, думает написать роман о шоу-бизнесе и собирается полететь в космос. В жизни же это тихий, скромный, симпатичный человек, который живет по принципу «Рассчитывай на худшее, надеясь на лучшее». А еще он убежден, что талант – это наказание, которое нужно талантливо нести по жизни. Что он и делает каждый день на каждом концерте. Итак, у нас в гостях народный артист России Валерий Леонтьев. Ночи близка, путь далек, непогода на дворе. Задержусь на часок в этом старом кабаре. Поутру на заре я уйду отсюда прочь. Кабаре, кабаре, подари мне эту ночь. Все громче музыка играй, мир кабаре друзей встречай. Уже поймал меня в кавкан, неубидающий кан-кан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, поет тума. Под звуки скрипки и танц улыбкой, хотя каковая судьба. Под звуки скрипки и танц улыбкой, хотя каковая судьба. Валерий Леонтьев – это гениальный артист. Видите, я не сказал певец. Ну, певец все знают, какой Валера певец. Он артист, который требовательно относится к себе многие годы. Он всегда в форме, он всегда суперпрофессионал. Он много работает над собой. У него уйма программ, уйма песен. Красиво одевается, прекрасно выглядит. Он умница, он эрудит. Валера очень хорошо говорит. Я горжусь тем, что, в общем-то, работаю в то время, когда все говорят о самом славном артисте, что я современник Валерия Леонтьева. Я счастлив. Вот эти цветы, заработанные честным трудом, я отдам Валерию Леонтьеву. Я преклоняюсь перед этим человеком. Потрясающий совершенно парень. Ну и в быту он, естественно, неординарный. С ним очень легко общаться. И, вы знаете, у него есть нутро, у него есть своя позиция в жизни. И поверьте мне, как бы, я это говорю искренне, а что мне лукавить-то? Ведь так же и есть, на самом деле. Я его обожаю. А вы? Ай, чирочка! Ай, чирочка! Ты восхитительно пахнешь губникой. Тебе 16, ты веришь в танцы. Ты любишь запах текилы, машины и мрачных мужчин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, чика-чика, из Патарика Ты на меня хоть разок посмотри-ка Ко мне поближе, ты подойди-ка Но знаю, любовь это то, что кончается плохо всегда Я хочу тебя целовать Я хочу себя поедать целовать Посреди ночного дуйма А потом успеть наведу Я тебя с собой не убеду Посмотри, мы с вами тяги дары Я не люблю Оси Я не люблю сырые дрова Растопить вечное морокко Ненавижу сырые дрова Я не люблю города Не люблю бесцельное, бездарное, бесполезное ожидание в пробках Вот сидишь в машине, ничего не можешь сделать Ни вправо, ни влево, ни назад, ни вперед Не люблю больницы Докторов люблю, а больницы не люблю Не люблю учреждения вообще Не люблю банкеты Тупые ножи Сладкое вино Не люблю много еды Когда со стола свисает, аппетит сразу исчезает Не люблю музыку Когда она громкая и плохая Не люблю Кинофильмы, в которых сразу понятно, чем дело кончится Еще я не люблю фотографироваться Фото вспышки не люблю Потому что меня почему-то всегда просят улыбаться И люди ждут от артиста, что он будет улыбаться А я люблю быть серьезным А на фото вспышку у меня уже закрепился своеобразный такой рефлекс Однажды мы сидели в каком-то южном городе С друзьями на набережной в кафе И вдруг пошел дождь И ударил гром И блеснула молния И я поймал себя на том И все, кто сидел за столом, поймали себя на том Что я автоматом на молнии сделал так Вот поэтому я Не люблю фотографироваться А более всего я не люблю Отвечать На вопросы о себе В частности на вопрос, чего я не люблю Ты прости Что опять я не прав Видно был А потом Я букет Хризантем подарил Но на те цветы Не взглянула ты Взгорячая От тебя я иди поспешил А впрочем, нету никаких проблем Никаких проблем Кроме этих Хризантем Кроме Хризантем Кроме белых опоставших Хризантем Ты слышишь, нету никаких проблем Никаких проблем Нам уже никто совсем Нам никто совсем И нету больше общих тем Лишь девять Хризантем Взять такси И скорее Умчать На вокзал Сколько раз Этот способ Меня выручал Но еще Я на поезд И не ждал Еще не достал А впрочем Нету никаких проблем Кроме этих Хризантем Кроме этих Хризантем Кроме белых опоставших Хризантем Ты слышишь, нету никаких проблем Нам уже легко совсем И нету больше общих тем, лишь девять хризантем Впрочем, нету никаких проблем Кроме этих хризантем Кроме белых опоздавших хризантем Ты слышишь, нету никаких проблем Нам уже легко совсем И нету больше общих тем, лишь девять хризантем Валерий Яковлевич Леонтьев относится для нас, по крайней мере, к категории неприкасаемых, если можно было так сказать Я думаю, что он один из суперпрофессионалов в нашей стране на эстраде Мало того, что суперпрофессионал, один из самых работоспособных артистов Потому что вот этот человек способен, по-моему, работать 24 часа в сутки Или 48, не знаю, сколько есть часов в сутки Он способен Но мне бы хотелось, как бы, с другой стороны, открыть Валерия Яковлевича В данном случае телезрителям Потому что мы сами, например, были свидетелями, совершенно не ожидали Валерия Яковлевича обладает удивительным чувством юмора и чувством иронии И еще он мастерски исполняет матерные частушки Они у него звучат так же талантливо, как и весь его репертуар Надо сказать, что за столом Валерия Яковлевича, если он в хорошем настроении То есть не очень уставший после концерта Если вот происходит какое-то такое массовое застолье То он совершенно спокойно Нет, вот не тамада, но душа компании Душа компании всегда Глядя на то, что вот люди, которые работают 20 лет, 15 лет рядом с Валерием Яковлевичем Можно говорить о том, что это уникальный человек Человек, от которого никто не хочет уходить Очень светлый человек Я поражаюсь, вот честно говорю Я поражаюсь работоспособностью этого человека То есть и завидую, по-человечески завидую ему Потому что мне бы очень хотелось в себе воспитать такую работоспособность Но я немножко другой человек Так что, Валера, я просто преклоняюсь И желаю добра и, естественно, здоровья Был час в миг, лежали все куда-то Вдруг застык, задумался зеленый свет Зеленый свет Час прошел, но все горит зеленый И никто не понял, что случилось с ним Случилось с ним Но почему, почему, почему Он светофор зеленый А потому, потому, потому Чтобы он в жизни влюбленный В мелькании дней скоростей и огней Он сам с тобой скручился Чтобы в судьбе твоей и моей Зеленый свет продлился Все бегут, 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 бегут А он светит Все бегут, бегут, бегут А он горит Куда уехал цирк? Он был еще вчера И ветер не успел Со стен сорвать обиж Но больше не горят Его прожектора Под куполом оркестр Его не слышат Но больше не горят Его прожектора Под куполом оркестр Его не слышат Куда ушли слоны? В какие города? Огонщики ведут Ученого верблюда Куда уехал цирк? Уехал он туда Где кто-то сказку ждет И верит в чудо Туда уехал он туда Ахвернисаж, ахвернисаж Какой портрет, какой пейзаж Вон зимний вечер, летний зной А вот в Венеции я весной Ахвернисаж, ахвернисаж Какой портрет, какой пейзаж Вот чей-то профиль и анфас А я смотрю, смотрю на вас Не умею? Ох Боюсь, что это будет очень длинный список Того, чего я не умею Вот я не умею Не умею врать Вернее, умею, но плохо Поэтому меня все время разоблачаюсь Попадаюсь я на этом деле Когда пытаюсь им заниматься Не умею быть приветливым и любезным С человеком, который мне не симпатичен Вот не умею Не умею, к большому сожалению Построить лодку Деревянную лодку Такую крепкую, прочную и надежную Чтобы сесть в нее Ну, может быть, кого-то еще Погрузить И уплыть К островам зеленого мыса Не умею летать С исключением тех случаев Когда это происходит во сне На это, к большому огорчению Не засчитывается Не умею, не умею Большой список Чего я не умею Если я его продолжу Я боюсь, что вы совершенно Во мне разочаруете И поставите такой Подведете черту И скажете Неумеха Поэтому я, наверное, остановлюсь Перечислять вот те неприятные вещи Которые я не умею делать Опять одна Ты, а Татьяна Ты ждешь звонка Дрожа слегка Твой телефон Смотрит сладкий сон Ты одна Совсем одна И ты глядишь По ночам войну А ночью Так за окном темно Ты устала Устала ждать А ведь когда-то Умела летать Маргарита Маргарита Ведь ты не забыла Маргарита Ты же помнишь Как все это было Маргарита Огно открыто Ведь ты не забыла Маргарита Ты же помнишь Как все это было Это вы какой-то очень сложный такой вопрос Передо мной поставили Я понимаю, что нужно обнаружить В себе В этой большой Красивой Бочке Меда Ложку дегтя Надо найти Я думаю, что было бы гораздо легче Ответить на этот вопрос Если бы вы его поставили Несколько иначе Найти В этой большой бочке Дегтя Ложку меда Ложку меда Я бы нашел Я думаю, что Ложка меда Это терпение Терпения у меня много Я на все вопросы отвечаю Это и есть ложка меда Все остальное дегать Жди К одинокой луне Облака Возвращаются Издалека Я знаю Как долг их путь Жди И дождавшись Поймешь Наконец Что зашло В приоткрытую дверь Только танго Разбитых сердец Жизнь Жизнь Пронеслась Как сверкающий бал Только я В него не попал Ты же знаешь Как я тебя ждал Как я тебя ждал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто верюсь в ночь Чтобы тебя догнать Сказать тебе о том Что можно все вернуть И что даже если поздно Еще не колец Танго-танго Это танго-танго Но навстречу летят Только брызги Да и вот уж скажет мне Что я бегу не туда Я кружу в кругу Переплетенный колец Ведь это танго-танго Разбитых сердец Совершенно потрясающий Трудяга Совершенно потрясающий Вы посмотрите на Валеру Когда он работает Это вот просто видно Что человек трудится Что человек работает Как он берет зал Как он зажигает зал Зал визжит на его концертах Я вообще мало где видел Чтобы люди так вставали Танцевали Визжали Хлопали Аплодировали Забрасывали цветами Я недавно Валеру Встретил здесь В коридоре в России И передо мной стоял Просто молодой человек Накаченный Просто мускулый Просто такой мужик Обалденный совершенно Я В нем есть этот мужик Я хочу Валере пожелать Вот и в дальнейшем Оставаться и долго быть Чтобы было Мне за кем наблюдать И кого любить Валера Я хочу тебя любить Я присоединяюсь С твоим девчонком Которые вот Тебя любят Личность Леонтьева На эстраде Бесспорна Абсолютно бесспорна И он настоящий шахтер Такой настоящий Труженик на эстраде Он не успокаивается На тех шлягерах Которые уже узнал народ Полюбил народ И требует от него народ Нет, он навязывает Свое новое творчество Своим слушателям И заставляет их Развиваться вместе с собой И пытается найти себя снова И пытается обрести Свое физическое и духовное состояние В новом творчестве И вводит в этот свой мир Новый Обязательно вводит И своего слушателя Я всегда говорю Дай Бог Дай Бог Чтобы у нас появились Такие Потому что второго Леонтьева Не будет никогда Но чтобы у нас появились Такие артисты Яркие, как Леонтьев Такие ищущие Честные артисты Труженики Какими является Леонтьев Я ему желаю успеха И надеюсь на то Что он еще долго-долго Будет радовать Все наши сердца Я верю только Дельтаплан Поможет мне Поможет мне Наивно это и смешно Но так легко Моим плечам Уже зовет Меня в полет Мой Дельтаплан Мой Дельтаплан Мой Дельтаплан Я одинокий бродяга Любви Казанова Вечный любовник И вечный злобей В сердце Но собрать Я не устануя Слово и слова Такие останусь Бродяга Один Казанова Коровых я Блочами Блочами Я мечтаю, чтобы у всех было всё. Так не бывает, но позволили мне мечтать, вот я и мечтаю. Я мечтаю однажды проехать по такой улице, на которой не будет больных, убогих коллег, несчастных, обездольных людей с протянутой рукой, просящих подаяния. А когда я вижу на улице бабушку, старую женщину, я думаю о том, что мир устроен несправедливо. Я представляю, что какое-то количество лет назад эта бабушка была юной, красивой, полной жизнью, энергией женщины. И она была предметом страсти, она была объектом чьих-то сильнейших желаний. Я мечтаю о том, чтобы женщины, молодые, никогда не превращались в старушек. Они всегда должны оставаться молодыми, красивыми и желанными. И чтобы, как у Стругацких, на земле было такое место, где лежит золотой шар. Каждый может туда добраться и попросить у этого шара то, чего он хочет. И желание исполнится. А если бы я нашел этот шар, я бы попросил у него еще одну, нет, две, но, может быть, три жизни, за которые я смог бы полюбить то, чего я не люблю, научиться тому, чего я не умею. Наверное, и все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ